всем привет всем привет дорогие друзья с вами сегодня буди и мы сегодня будем записывать обзор на карту run perp которая которая недавно закончился competition и принципе потом посмотрим демки попробуем и пройти ну и при старте чё же мы видим у нас на старте видны плазма плазма рокет и броня как бы мы сначала как вы их подбираем дальше с помощью них судя по тому что мы видим нужно выбираться наверх логично первое предположение это сделать руки jump все его наверное делать умеют это вроде несложно ну да куда вот пока плазму девать почему тогда не у нас 25 плазминок дается но также ну можно проходить несколькими разными дорожками но наверное я просто покажу что кроме рокета чем можно сделать можно сделать плазму взять и вот и заплазмить заплазмить сюда можно чаще можно сделать и можно плазму сроки там наверное комбинировать на стене более технично да давай сначала пройду вообще простой дорожкой потом покажу однако этими но в общем сначала вот здесь мега есть ли тех плохо по не хватает дальше видно такая большая яма можно сказать яма которая наверно надо падать и раз у нас имеется ракета и плазма значит наверно нужно стрелять ракеты и плазмой потом плазмить но пока не видно что там дальше в принципе если посмотреть что тут дальше там дальше вот тоже большая яма здесь видно телепорт ну подъем в принципе и так как тут по идее 25 плазминок если их не использовать на старте то их в принципе видно что их не хватит туда забраться ну просто так можно даже подвести можно убрать кстати при этом надо же сохранять попробую просто взять плазму и вот как-нибудь опираемся угол а почти залез поэтому можно почти хватает да но при этом все равно чтобы сохранять а ну тут и эти поле канады гранаты есть можно также гранаты залить сюда наверх у тебя их немножко слышно ладно далее у нас имеется вот мы сюда поднялись здесь у нас имеется проход на левый направо судя по тому как устроена карты и как она здесь все выглядит но зонка нам вроде как нужно но так как там проход был в две стороны самом начале то здесь нужно туда туда мы не можем забраться потому что у нас там плазма очень мало ракеты мы все раньше потратили плюс здесь нам дают еще бафуги целых две штуки на бафуги дают но я уже несколько раз заходил с этими бафугинками мы пролетаем сюда и прыгаем через эту большую яму наверное проще так далее у нас яма на спуск вниз с таким вот а угловатыми поворотами нас таким округлением ну тут исходя из этого в принципе можно гонять что нужно да по нему как бы стрейфить по и поэтому округлению и сохранять максимум скорости дальнейшем продвижение скажем девочек стрейф какой-то прыжок и здесь у нас имеется вот такая комната но судя по всем нам в ту сторону надо потому что здесь дается плазма хп ну стенка достали стенка лагает что надо по ней климбить что там дальше пока не ясно сейчас посмотрим допустим я лазулю и здесь какой-то джемпад который меня не подкидывает почему неизвестно если я в него если в него стрельнуть он оказывается меня подкидывает то есть получается что нужно плазмить по этой стенке потом стрелять в этот джемпад и пытаться долететь туда дальше света попробую сделать вот и в принципе долетая у меня имеется там в полете мне дают две ракеты но раз есть две ракеты раз такая траектория падения наверняка эти ракеты можно запустить куда-нибудь сюда или в ту стенку и использовать для так как у нас имеется куча плазмы еще можно это использовать чтобы подняться наверх и вроде бы вот туда и надо и туда и надо вроде да ну по идее тут выбора нету все равно надо наверх а там используем гранату у кого может быть сроки там наперед так скажем не очень водится вот что-то еще можно показать после подъема наверх у нас осталось немного хп плазма но уроки там и там обычно все потратили или можно их не тратить они вроде и штуки здесь после спуск вниз с такой какой-то ямой которая яму т.п. просто просто яма и дальше у нас имеется подъем направо или налево но для тех кто любит слева поднимается слева кто любит справа поднимается справа и спуск вниз вот в те проходы так как у нас плазмы ракет можно либо плазмы вот как я сейчас поднимался здесь либо можно вроде как использовать ракеты просто перепрыгнулся цвет ну и в дальнейшем наверно будет всего по ходу строения ракет голове ракета по ходу строения роута все равно у вас будет складываться впечатление как лучше сделать как будет это юзабельнее как это будет быстрее так здесь плазма хп броня много всякого интересного и яма через которую надо плазмить вроде как на стене а по этим столбиком нельзя пробовать нет нельзя я пробовал здесь они насквозь проходят так вот я переплазмом через нее в этом проходе нам дают неуязвимость и скорость и плазму то есть 60 плазминок дальше вот такой видимо разворот который предполагается и подниматься наверх надо идти здесь какой-то триггер где мне дали 6 ракет ладно исходя из туннеля тут скорее всего надо будет кидать наперед и подниматься следовательно значит наверх но я даже телепорт есть чтобы потренировать это все ну это кстати ник молодец подумал о всех людях но он всегда в принципе любую карту у него по крайней мере из последних можно любую карту пройти на любом уровне скила просто в любом за минут десять но вы ее точно пройдете вот допустимость откидаем ракету поднимаемся плазмы наверх дальше у нас два каких-то подъема который никуда не ведут и посередине проход вниз так посмотрим что дальше два прохода налево направо и граната есть граната нету проход допустим справа вот такой вот квадратный вылез потолке и здесь тупик здесь нету ничего и зачем-то лежит еще две две ракетины здесь поселить поселение с плазмой но возможно надо как-то ракеты куда-то сюда стрелять и подниматься наверх как неудобно сделали так у меня больше нет граната патроны скорее всего даны чтобы это все опять же несколько раз пробовать если не получилось первый раз там допустим патроны плазмы кончились сроки там их можно было бы тут же взять граната в принципе тоже для этих целей ну опять же опыт маппинга уника то что можно много-много раз с одной и тоже пробовать что-то тренировать да и вот в принципе вот здесь вот финиш написано что читы включены да вы читеры таймер раскрыт да ну ладно это мы просто девмап завод или чтобы можно было показывать некоторые вещи так ну в принципе за 7 минут мы ее прошли теперь попробуем как-то это улучшить что можно сделать на старте ну судя по всему как лучше всего ну использовать рокет в принципе стандартно один рокет погода не даст для того чтобы все это перепрыгнуть и прыгнуть сюда у нас имеется несколько вариантов так как мы уже тестировали да один вариант это взять плазма немножко проплазмить стабильным рокетом и все это прилететь сразу не делая получается джамп на лишней платформе и тогда туда сразу напрашивается полет второго рокета себе под ноги второй вариант просто не знаю прыгнуть стрельнуть и быстро это проходить но это как начали показать есть но составляемый стандарт и да следующий вариант он посложнее можно здесь сделать boost потому что имеется плазма старт сделан вот где-то здесь потому что если чуть заступлю он триггер начнется поэтому приходится вот так вот сжаться таймерисит таймерисит а тут кстати замена здесь нету нельзя так что на четыре и получится а очень было даже не было то набрать бы фагу и вернуться вот какой-то вариант можно сделать boost и перепрыгнуть каким-то таким образом сразу туда это уже более техничный вариант в принципе сложно уже экономит экономит гораздо больше времени вы не делаете лишних джампов стартовая скорость у вас сразу же но достаточно оптимально там 700 800 упсов да и еще вариант который будет наверное покажу или ты потом покажешь давай сразу все объясню вот можно будет сделать где-то вот в этом месте и пытаться сразу выстрелиться ракетом то есть мы делаем и стреляем ракет как там подел это так достаточно тоже технический тут надо быстренько вертеть мышкой ну примерно так да то есть перелететь туда все равно сразу не получится поэтому можно в принципе выигрывать за счет сразу набранной скорости около тысячи и делать джамп на начале этой платформы и собственно сразу лететь вниз туда ну по идее не знаю возможно по времени это как-то равноценно если ее пролетать как показывают ранее в случае использования одного ракета в начале у нас остается только один ракет здесь здесь мы его запускаем наперед вот приключаемся на плазму и плазмин дальше сюда здесь после плазмы сейчас она у меня хреново получилось обычно скорость очень много надо здесь набирать ну потом наверно пройдешь как быстренько поднимаемся здесь падаем на платформу где можно сделать еще один буст плазмы то есть как бы есть падение есть поворот налево а в принципе он даст сколько это скорости на большой скорости подбираем этот стреляем два раза имеем скорости около там тысяча тысяча 800 поворачиваю проворачиваем здесь и на скорости как раз по вот этой вот срезанной называется по наклонной а вот как-то вот так вот летим сюда на большой скорости как по накатанный да И в зависимости от скорости, если у вас ее много, то можно сделать здесь три прыжка. То есть раз, два, три и сразу туда прыгать. Если скорости меньше, чем, не знаю, 1800 было, то здесь получается скорости меньше и получается четыре прыжка. Получается раз, два, три, четыре. И получается четвертый еще надо немножко подрезать свой прыжок, чтобы не перелететь ее. Чтобы на краешек, получается, заступить. Так как, нюансы такие по спейсингу тут тоже. То есть, в принципе, вот он немножко так скашивает траекторию, чтобы сделать последний джамп и долететь до нужного места. Дальше. У нас, к сожалению, вот эта платформа, она не такая уж большая. То есть, если бы она была больше, я бы здесь ловил этот рокет, делал буст какой-нибудь хороший. И прыжка вот где-нибудь с этого места, воплазмливал на огромной скорости. Да, это было бы очень круто на самом деле. Да, но, к сожалению, платформа короткая, поэтому приходится приземляться сюда, подбирать это все, притормаживать, прыгать. Ой, у меня логануло. Это вроде маленькие платформы, мы выживали как могли. Вот, прыгать и потом уже плазмить. Вот, здесь я стрелял рокетом, ловил его, но не оставался один с собой. Ну ладно, я так пройду, потом самое... Или сейчас показать эту фишку. Наверное, сейчас. Ну или, ну как, смотри сам. Потом, если... Ну, смотри, давай, давай, сейчас. Раз уж заикнулись, жажда. Да, да, да. Дело в том, что вот этот вот триггер, оказывается, который вот... Он здесь не выпирает, он просто впритык сделан к, видимо, этой стенке. Если мы стрельнем куда-то вот сюда, он нас подкинет. Видимо, сплэшем просто от плазминки, либо рокетом. Рокетом еще проще, потому что сплэшит гораздо больше. Да. Самого выстрела можно ловить этот... Сплэш задевает вот это вот, вот это, как он называет, джампад, и джампад подкидывает. В результате мы можем после того, как проплазмили, стрельнуть в эту стенку в боковую, и нас подкинет. Вот. Причем, даже если, даже обычная плазминка нас может подкинуть. Но прикол в том, что расстояние очень маленькое. Если я, например, стрельну вот сюда... Ой, 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 рокет. Да, он точно подкинет. Рокет-то подкинет. Да, 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 да. Если я стрельну плазминкой вот сюда, не подкинет. Если сюда стрельну, тоже не подкинет. А если по центру, то попадаю вроде как, и меня подкидывает немножко. То есть можно... Да, весь прикол, то, что нужно именно вот в этот тонюсенький триггер. Тоненький триггер, если плазминка. Но в таком случае мы экономим рокет, и он нам потом даст преимущество какое-то. Ну, потом на руку он сыграет, конечно, безусловно. Потому что один рокет — это достаточно много времени вообще экономим. Таким образом можно подниматься. Желнал сожжить, конечно. Вот. Таким образом можно подниматься. Здесь тоже два варианта. Либо мы где-то здесь перестаем стрелять и подлетаем, перелетаем через эту яму. Либо мы наоборот стреляем до упора, ударяемся головой в потолок и падаем вниз. Вот. Здесь есть, наверное, для хардкорщиков какой-то сложный путь. Например, сделать здесь при падении буст какой-нибудь очень хороший. И перелететь в платформу. Но, к сожалению, для меня это оказалось очень сложно. Ну, со скоростью около 700. В принципе, долетается до последнего пада. Может быть, как-то так. Да, с плазмоджампом, в принципе, это достаточно реально. Но это очень задропно. Тем более, что это центр мапы получается. И очень много фейлов из этого будет. В принципе, если вы никуда не торопитесь, у вас есть достаточный скилл. Можете, конечно, троить, троить, троить. Да, пока не получится. Вот. Дальше. После стрейфа у нас мы или поднимаемся из плазмы, или рокетом. В зависимости от вашей дорожки. Я поднимался плазмой. То есть, я экономил рокет, который в дальнейшем... Ну, я разными дорожками проходил. Сначала я вообще здесь тоже экономил. Я здесь сделал буст плазмой. Может быть, еще один. И вот так вот плазмил. Дальше, через несколько попыток, я... Ну, через какое-то время... Решил все-таки использовать рокет, который может дать много преимущества. То есть, я плазмил вот таким вот образом. Использовал здесь буст. И вот таким вот образом имел где-то 1400 в этом месте. Ну, это гораздо быстрее. Да, даже выглядит как бы быстрее. Вот. Дальше. Здесь у нас 2 дорожки. Либо мы на скорости 1400 как-то вот так вот плазмим вокруг. Здесь вот вылетаем. Либо мы здесь останавливаемся и плазмим назад. Я... Ну, либо есть еще вариант. Так как у нас есть сэкономленный рокет, мы можем его где-нибудь здесь использовать. И чтобы подпрыгнуть. В первых прохождениях я здесь останавливался, использовал рокеты, дальше плазмил здесь по стенке. То есть, здесь дают 6 рокетов в этом месте. И я переключался на плазму и плазму в вот этой стене, чтобы можно было выстрелить. Ну, это все для экономии рокета, чтобы их использовать дальше. А так как я там умудрился сэкономить еще один рокет, который я вроде как использовал, здесь я на этой большой скорости все это проплазмил вокруг. Здесь вылетал на большой скорости, стреляя на руки там в стену. И этот триггер как раз дает 6 ракет. То есть, у меня 6 имеется. Еще прикол в том, что оказывается, эти 6 ракет, то есть, если у меня остался один, я не использовал здесь. Дает все равно 6, да? Да, он дает все равно 6. То есть, желательно все ракеты потратить до этого пути, ну, до вот этого места, до этого триггера. Ну, ты, получается, как раз два и тратишь, то есть, один на той плазме и один здесь. И один здесь, то есть, я вылетал вот так вот, стрелял вот в эту стенку. Сейф-пал, 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 сейф-пал. Да, 6. Вот-вот зачем мне ничего не было. Вот, стрелял в эту стенку где-то здесь и летел туда дальше. На скорости где-то 1600, если в идеале. Если, ну, здесь тоже очень проблема со спейсингом, потому что приземляешься каждый раз в разные места, и чтобы здесь ловить ракет, нужно как-то правильно прыгать. Потому что, если на середине прыжкатор такая же стенка, то ты и ракет, естественно, не ловишь и фейл, ну, запарывается все. Ну, тут на чуйку уже, наверное, больше прыгаешь. Ну, все равно, примерно уже, знаешь, как надо прыгать, как надо стрелять, какие углы примерно при выстреле с ракета там ставить. Ну, как бы, такие мелкие нюансы, это все с опытом достигается. Так, дальше, после того, как мы стрельнули ракетами, у нас имеется, ну, 6 было, 1 стрельнули, осталось 5. Значит, мы можем либо стрельнуть под себя и двумя ракетами туда как-то залететь, либо сэкономить, опять же, ракеты для использования дальше. Я, вроде как, их старался экономить. Да, здесь можно подниматься либо по передней стенке, либо по боковой. Если стреляем в переднюю стенку, то по боковой стенке проще подниматься плазмой. Либо если ракетом, то все равно куда стрелять. Так же из гранаты, но ничего не получается. Вот, после подъема у нас тоже куча здесь разных дорожек, как можно проходить. Я как-то вылетал здесь, в прохождении здесь плазмы, вылетал в бок, заворачивал, стрелял ракетом вот куда-то сюда. Здесь еще один в эту стенку вязал, один вот сюда. И здесь поднимался наверх к финишу. В дальнейших прохождениях я это делал немножко по-другому. То есть у меня имелся один или два запасных ракета, которые я использовал, чтобы больше иметь скорости горизонтальной. То есть я поднимался плазмой вот таким вот образом, старался на левую стенку перебраться. Здесь стрелял ракетой и с какой-то скоростью еще одна ракета вот здесь использовал. Сейчас я попробую. Ну это эффективнее, по идее, должно быть, да? Потому что ты, получается, набираешь скорость раньше. Наверное, да, потому что не приходится там выворачивать на почти нулевой скорости и потом еще прыгать, наверное, на... Останавливаться на вот этой платформе, вот этой вот. Потому что после подъема ты здесь по-любому, наверное, сюда прыгнешь. Ну или нет, но скорости не так много будет. Вот. И, в общем, таким образом я сюда стрелял. Здесь сделал 2х. Еще один ракет вот в эту стенку. Вот в эту. И к финишу. Там финишу, как имеется. Я много, на самом деле, дорожек пробовал. Здесь прям финиш самая сложная часть всего прохождения. Как будто ты. Потому что здесь... Да, здесь и ракет не хватает, и какой-то неудобный подъем наверх. Я пробовал экономить вот это вот расстояние полета рокета. То есть я... Еще я попробую. Каким-то таким образом, да. Я пробовал стрелять сюда ракетом. В идеале нужно здесь плазмой подниматься наверх. И как-то к финишу залезать. Ну, в общем, если хорошо условие, что это быстро должна быть. Потому что тут финиш. Но это очень сложно. Тем более в полстрелять, когда ты его не видишь. Вот он где-то там. Чуть пиксель выше, пиксель ниже, и ты промахнешься. Плюс подружка. Это возможно вариант для VQ-3, кстати, больше наверно. Потому что в ЦП все равно будет выгоднее, наверное, пролететь все-таки к дальней стенке. Сделать 2x еще с хорошей скоростью в финиш туда попасть. Может быть. Ну, тут рокет летит какое-то время. Он, не знаю, 0,5 секунды и может больше. Поэтому я хотел сэкономить. Но, в общем, не получилось. Это сложно. Может кто-то сможет. Ну, посмотрим в дальнейшем. Мы когда стреляли рокетом куда-то сюда. Тут 2 варианта у меня было. То есть, либо я при ловле рокета. Масса плазмы, потом рокет-рокет. То есть, рокет в эту стенку после плазмы. И рокет вот в эту стенку. Либо можно не использовать плазму, а сразу с ракеты. То есть, если хорошо ее словить. Выстрелить 2-е будет сюда и сразу в финиш влететь. Ну, тут еще такой момент, наверное, в финиш можно не сразу залететь. Потому что он низкий вот такой вот. Ты, наверное, встречался с этой проблемой, да? Я в самом своем прохождении как раз воткнулся в этот потолок. Ну, это, наверное, очень обидно. Вот. Ну, в общем, как-то так надо, наверное, проходить и использовать эти дорожки. Рокеты тоже нужно смотреть, где сейвить, где их можно использовать. То есть, карта очень интересная, динамичная. Карта больше даже, наверное, на логику, так скажем. На ум, чем на скилку. Потому что надо действительно смотреть, где лучше засейдевать. Лучше потом использовать. Где там лорд-мут и как их использовать более эффективно. Еще одна дорожка здесь у меня была, когда я старался использовать здесь практически все ракеты. То есть, я стрелял здесь, тут во все стены. Потом поворачивал сюда, стрелял в эту стену. И здесь пытался ловить ракетом. Потому что здесь и две ракеты. То есть, если я там все использую, то я после подбора этой штуковины смогу еще два лишних ракеты использовать. То есть, допустим, в пол и вон в ту стенку. Но проблема в том, что на скорости 1200 здесь не успеваешь сделать прыжок. То есть, где-то вот здесь вот стреляешь, потом приземляешься, ракет врезается, и ты сможешь стрельнуть второе с ракетом, где-то уже в полете вверх. И... Куда он не успевает откатываться ракет, как бы и... Ну и плюс, нужно точно попадать, и по прыжкам нужно прям приземляться в точное место. И... Не знаю. Геморроя много в общем. Как бы я решил этим... пренебрегнуть, наверное, да. И... И... Использовать ракеты, которые я засевил раньше, чтобы сделать от этой стенки просто 2x от пола. Туда. На финиш. Ну, давай, наверное, ты пройдешь, покажешь, как надо примерно. Быстренье. Да, я попробую, мог не быть. Ну, не медный, да? Да, разницы, наверное, нет. То есть, вот он, рокер под себя. Примерно здесь, истинный, наверное, будет. 1100-1200, буст на 1000... Там 93 брыжка. Здесь вот где-то здесь притормаживаем. Отбираем это все. Стреляем плазменкой, стреляем еще раз. Не попал, к сожалению. И вот тут тоже, наверное, много фейлов было. Интересно. Здесь надо, чтобы хп хватило. Падаем сюда. Дружни, если ты смотришь этот обзор, не делай такие купюры, это 4... Денег, пожалуйста. Но... Я не знаю, насколько он сможет понять нас. Ой, не... Будем надеяться. Надо было засейвиться. Где-нибудь сейчас еще раз попробую быстро пройти вот это место. Ну, верно, тоже так. Ну, вообще, в целом, я так понял, у тебя роут очень техничный получается. Так. Еще раз. Сейчас сохранюсь. То есть бывают роуты, когда человек просто проходит, допустим, чисто, без каких-то запиночек. Ну, обычный роут, он просто проходит чисто и все. А бывают именно вот такие, как, модернизированные, которые вот именно на тех уже конкретно доскил. Ну, ладно, не получилось. Что за манерейт показывает. И, в принципе, мы все знаем, что он это может. Что он это практикует. Я их немножко зацепил, конечно. Давай сейчас еще раз попробую с этой гранаты. За место ракеты. Как будто я здесь ракеты ловлю. А-а-а. Никак не ставлю. Да, нормально. Дабл-гренку захотел, друзья. Ну, уже по спейсингу, наверное, немножко не помню. А-а-а. Ну, как-то так у меня и получается. То есть ракет сюда, здесь 2х. Ну, пока демки еще увидим более чистенько. Да, инка. Финиш. В общем, это одна из дорожек, которые я нашел, по крайней мере, как у меня получалось. Будешь проходить до финиша? Да нет, наверное, смысла особо нет. Давай, наверное, начнем с этой танки. Посмотрим, что нам могут предложить более молодое и более перспективное поколение, чем мы. Поскольку мы уже все заезжены, старички, у нас уже все приелось к глазам. Может, они еще что-нибудь найдут, кроме этого триггера. Нет, не нравится. Хорошо. Так, дек ю... Док ю 3, Раша Коми. Док 3. Минута 25. Последнее место в ику 3. Будем смотреть. Так, к сожалению, я в ику 3 очень мало играл. Я, наверное, один-два раза прошел. Так, к сожалению, мало что могу сказать про дорожку. Ну, в ику 3, наверное, особо сильно прямо не отличается. Но видно, что в ику 3 не особо постарался. И, кстати, вот тут вот момент с бфгой. Очень хорошо проработано то, что бфг дается триггером, а не самим подбиранием. Это как для в ику 3, так и для цпм полезно, потому что после плазмоклимбы можно вылетать очень высоко, к этой идее. И не всегда зацеплять, ну, в цпм. Ну, для в ику 3 это тоже безусловно плюс. Ну, видим, что он походит без гранаты. Все тихонечко, не торопясь. Наверное, так плохой угол у него. Наверное, надо будет подровнять их. Возможно, у него их просто нету. Тоже почти все ракеты потратил. Да. Ну, скорее всего, прохождение, там, может, 4-е, 5-е. То есть, просто так карту немножко посмотрел, выучил. И тихонечко пошел, как смог. Типа для галочки. Следующее. Феос, раш, нт, плей. Феос уже засегдатый. Сракета сразу прыгает вниз. Неболее четко взлетел. Да, с бфги прям нормально взлетел. С бфги, хорошо, да. Пускай от наперед. Уже плюсик. Зачтем. Пользовала ракет, чтобы перепрыгнуть это. Вместо плавна. Ну, в кутри, наверное, очевидно, что надо по рейтингу все-таки. Кругу? Полукругля. Еле до плазмы. Турки. Берет гранату. Проще было сразу к финишу, наверное. Плохо продумал. Ну, может быть, так ему показалось попроще. Хорошо. Так, Дель Гадо. Дель Гадо. Плей. Я, Москва. 59 секунд уже. Первый тайм из минуты. Уже должен показать более качественное движение. Зачем правый мигон взял? Брал. Зачем они все, они все к нам мигута брали? Потому что у вас плазма хватило хп. Вроде бы. Ну, плюс в кутри, это же там, не просто завернуть. За счет, не за стенкой взять мигон. Ну, кстати, да. Ну, хотя, мне кажется, гранат. О, два рокета наперед. Да, круто. Красава. Там на кутри, наверное, будет эффективнее граунд фрейм использовать. То есть, ее не втыкаться, а применять заранее. За счет ходьбы, так скажем. Посмотрим демку поближе. Быстрее. Да, посмотрим так. Опять два рокета. Это делает еще новик 3 икс. Вообще хорош. Вот это молодец. Кошмитый. Вау, вау, вау. Вот это неожиданно сейчас, конечно, немножко финиш за фейл, но в целом очень даже хорошо. Дальгада красава, молодец. Шмыга. Неплохие прохождения за фейл, но вау, благодаря нику, наше новое поколение будет очень качественно играть, наверное, в дальнейшем. Неплохие быстрые бутылки, пока все, в принципе, четко. Хотя, в отличие от григады, пока не особо такое явное. Прошел он на секунду быстрее. В итоге сохранил один рокет. Интересно, где она использует, если будет лучше. Ооо, ничего страшного. Не использовал. Не использовал, да. И сплазмы, да, сплазмы и финиш. Ну, неплохо. Возможно, вот эту вот секунду примерно он и выиграл на финише. Может быть. Не знаю, это, конечно, надо детально в Аку-3 уже смотреть. Так, андердинтер, твой, твой, как сказать. Ага. Однополчанин. Уже на 4 секунды быстрее. Уже сейчас будем ожидать какой-нибудь трек. Хорошая прохождение. Да, он подбирал рейм. Уже все гораздо четче. Что-то сенсой у него. О, ну, кстати, Бафугу нестандартно юзает. Я думал об этом, но... Ну, в ЦПМ это невыгодно, скорее всего. Да, но мало дает. Ну, точнее, по сравнению с моим прохождением это медленнее получалось. Получалось. Не использовал облюбление. Будет хорошо, рокет. Возьмит здесь, наверное, еще, да, еще будет рокет. И двоих, икс, 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 икс. О, кстати, вот он экономит немножко, как ты и хотел. Он видел то, что он по прыжкам у него спейсинг не выходит. Да, да, кстати, это же так. Он поэтому стрельну куда-то в пол и умудрился славить этот рокет очень хорошо. Ну, это очень... Ну, рандомно, да. Да, но это... Если он об этом, как бы, подумал во время прохождения, это уже признак скила. То есть он подстроил дорожку под спейсинг, как бы, во время прохождения, а не по итогу, там, спустя несколько попыток, то очень классно. Следующий. Бригант. Play. На секунду быстрее. Таймскейл опять репортит. Почему-то у него... О, по-моему, всегда таймскейл репортит. Видел, да, задом пострейтал немножко? М-м. Четыре прыжка. То есть... Один рокет. Пока все технично, да. Один рокет решил засейвить, наверное, здесь будет его использовать. Нет. Где? С плазмы. А вот здесь. Ну, кстати, тоже как вариант. Да, не позволяй. Достаточно даже... Хитрый, так скажем. Везет, один рокет вперед. Не очень хорошо, правда, ловит, но я думаю, это нормально. И в целом, конец. Да. И... Да, с лучшим. Отлично получилось. Вообще, вообще, бригант. Красава. Какие-то читы видел? Читы, типа, не активированные на этом все. Что-то там, как-то скрипт может за технику юзнуть. Ну, в целом, раз темка принята, значит, без читов, значит, такая красава своими силами. Нюк, Россия, 51 секунда, на 2 секунды быстрее. Да, play. Ну, давай, Нюк, удиви наш глаз. Да, использовал 2 ракеты. О, он, без бфгей. Офигеть. Одна плазминка оставалась. В принципе, если бы это было, цпм, было бы, классно еще. ГБ, где он задержал. Хорошо, ракеты. Вот, вот он, как и ты, в принципе, показывал. Только он завязал ракеты, и не плазминка. В итоге, у него одна остается. Использует также, в принципе, достаточно рационально. И два, 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 два. Да, он, по спейсингу не получилось, но при ракете ему позволили забраться. О, 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 вот это да. Да, Нюк, вот это ты даешь, Нюк. Вези, красава. Я вижу вот прям вот выкутришник следующего поколения, который будет там всех Дексу нагибать. Следующее, iBall Columbia. Не припомни его раньше. Вот я тоже, когда видел топ, не понял. На 5 секунд быстрее. Да, это... Он, наверное, достаточно четко нужен. Сохранил ракеты. Моделька Warp. С двух ракетных залетел. Но это, возможно, запутри так быстрее будет. Использовал... Булычу плазму. Это как-то за каждый лук сборится у нас. Айбол. Глаз, мяч. Без. Бузы. Бузы нет, так скажем. Падал. По-чинтерски. Засейвленный ракет. Достаточно хорошо, кстати, проплазмил. Хорошо ловит этот ракет. В принципе, много ракетов не остается. Да, и три ракета как финиш как раз. Лично проведено. Да, очень даже хорошо. Можно, конечно, был бы... В три тут, наверное... Блин, ну, секунд 43, наверное, да. Если с джампадом, еще более четко где-то вот заюзать. Ракет сохранен. Вот, что я... Так, VQ-3 порадовали в целом. Следующий, Дильгада, FCPM. Как у него? У него на... 11. Он демку прислал на... Сколько на 12 секунд? Недленнее, чем VQ-3. Что, серьезно? Ну, ты видишь, он... Его 59,3, VQ-3. Ты Дильгада, ты че? Play. Ну, ты игра, да. Давай, я, я. Ну, и будем в итоге смотреть две домки Энтера. Версия, которая... Официально, так скажем, для варкапа была. И после дедлайна, то, что Энтер обнаружил, то, что... То, как Энтер перестроил свой ролл. Большую пользу. Ну, слушай, протоник достаточно, вроде как, технично. Почему такой тайминг? Возможно, где-то в конце там... Бойлы? Даже хрустри... Ну, а... Хе, ты, гада, растешь. Нормально слабил, в принципе. Конечно, не хотелось... Пришлось, наверное, заюзать им. Трудно-ракетно. Да, вот. В принципе, за тупу... Тут и есть. Началось с первого раза. Со второго не получилось. Три раза. Ну, как ты? Ну, мы... Ну, мы... Намудрил, намудрил, он тут, пример. С молодым... Так, куда? Давай. быстрее что ли один разок но мы не знаем может он так тоже может быть времени кстати просто нет он старается какой-то максимум определенный свой промежуток сделать времени и фунир play из неизвестный известный города но написано пикерус мне кажется некоторых людей вот уже спалился там первую букву ротиком проще свои я думаю все далеко не многие проверили бы об этом не каждый подумает в принципе мы можем потому что уже такие наш нам надо ко всему придраться все поспешить все пределите здесь и подпекать и получилось и все пошел чай и делай альта волосы ты видел по таймерам судебу смоль может вконтакте ответил там взял ракет пузырь тихонечко где спуста еще бы упал а ножик 1 ахас хорошо в рал плэй на пять секунд быстрее в принципе последний тайну за минуту тут также скорее всего будет какой-то тут в конце интересно кстати может быть как вариантом можно было бы вообще как густом второй робби то есть ты сохраняешь 21 кидаешь под себя вот миша второй там стены команда греха фаги плюс даст то есть ты до попадания на платформу я тебя понял плазмобост спорный смешно все песни уже не мучился встал сделаем угол и сплаза и поднялся забрался паба сейчас минута звук уменьши немножко пап 58 секунд на сколько 6 на 6 секунд быстрее наверно он финиш будет нормально проходить до финиш скрещу подстрелы такой time scale блин пацаны сидите как-то видите если там скилл делаете им как или килл или рестарт как там можно а пристал нет а дома пристал то есть мы пристали кому дать я просто как не видишь стартово пристал более быстрее до такой реставра получается да разница скилом не очень большая на килл по моему не всегда выбирает что я если вижу я всегда марта старте на капс локе завязывал второй рокет уже уже более продуктивно принципе он тут наверно не пьяный уже про 3 съел немножко нервничать плюс-плюс видит плюс видишь лишь как нервничать давай давай 58 следующий до 50 80 90 2 рикоши австралия play него насколько на 4 фрейма или 5 это быстрее на 5 фреймах ну да этот человек не перестанет меня удивлять своей сенсой как как не знаю знаешь такой плохо настроенный бот играет даже ракет завязал странно конечно что он там ракет завязал чем по хотя вроде как очевидно что он можно плазму успеть какой момент как-то не почитал всяко бывает все можно забить неплохой конец очень хороший и завязан в конце рак 50 1 2 шмыга он присылал за 58 в ку-3 так play на 7 секунд быстрее австралийца ну давай шмага удивилась шмага достаточно четко проходит в принципе не сказать прям что у него какие-то недочеты в скиле может или в самом прохождении как-то не хватает возможно того чистоты и что-то ракет поднялся хватило х.п. плазма наверх поднялся ракет у него же раки зацепленные есть использовал а как и в том по моему тоже в ку-3 по он тоже не использовал взял гранату скинь наперёд нет нет я думала кстати наперёд тоже как вариант можно сюда кидать и быстро выстребует если такой вариант так следующий турнир а сто 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 шестьдесят шестьдесят плей быстрее чуть наверное без гранаты в конце наверно он как в этом сутку немножко заюзал интересно рокет 2 сохранил нормальной скорости сделал по идеям и джам хороший клим стену наперёд рокет будет поздно поторопился сроки там ракет лучше если есть возможность ракет все-таки лучше стрелять более как как можно более горизонтальней что чтобы набрать максимум скорости выше любое отклонение по идее дает минус скорости троги так следующий не юбе хорошо play на 2 на 3 ну на 2 смотрим хорошо славил на на этом очень многое думал он выйдет здесь немножко сэкономил принципе хорошо пока прохождение за такую прям руки ты наперёд в принципе в конце немножко недочет так скажем но в целом очень даже классно бегает еще следующий бригант раша насколько он 4 секунды быстрее чем в ку-3 play на 200 быстрее чем это топ-3 у нас получается нет это он сейчас топ-3 до принципе григант нас по-3 хорошей дымкой cpn давай сейчас посмотрим или прыжка забрался тоже в пол один лишь не используем здесь кажется лучше было сэвилк и какого-нибудь по местам ну даже для сюда и так как бы здесь как ты осталась покрыли за бежит у нас бриган о неплохо слушай как раз он видал что по спейсинге не получается поэтому про плазму да ну очень круто в целом очень классно и вы ку-3 cpn бриган молочь красава следующая удмутрии уже на удмуртию на и раша раунд это ю дмитрий кулу а может быть play на 200 ой кой на нас 3 серии на 3 секунды на 3 секунды 200 и 2 быстрее 2 уже уже топовые места у нас походы очень чуража слушать очень классов завязал рокет а он писал по моему в комментариях я читал буквально сегодня то что у него просто не хватило времени то есть он обнаружил вот эту фишку и у него не хватило просто времени более ну поставить более хороший тайм с этой фишкой поэтому он так возмутился на каждый тип он то да и у меня говно тайм но якобы лучше так проще дать ему мороженое ну и безусловно топ-1 о великий энтер ладно за 42 это демку который записывал вчера получается или позавчера я не помню да непосредственно и для варкапа до дедлайна которая была не так чтобы очень много прям уже играл как смог так без числа с перелетом этого всего получился буст скоростью 1700 на хороший буст речуешь при прыжках хорошо вот тут кстати срезал траекторию пороги тоже дома у тебя пол стрел то есть да использовал это штуков быстро в клавах вот с остановкой стоки там ну тут рокет конечно такой свой как получилось в целом ну ну быстро слушай это быстро достать он уже мишка там смайлики шлют и и демка которая сегодня записал я не знаю может я позже как-нибудь еще поиграю эту карту перебью все-таки сделаю 39 38 1 play она с использованием ник другой немножко дорожки быстрее но я здесь в двух местах очень сильно запоролся в целом твой прогноз на карту 38 надо хотел сделать сначала за 4 крышка скорость 1500 была маленькая здесь я вроде попал плазменкой смог подняться наверх нормально да ну все четко принесет или стара еще можно было бы побыстрее наверное там кстати попробуешь потом появились кнопкой назад по возможности вот на этом округлении я не увидел прикрывать поражал нет я думал влечу ну то есть я секунду и вначале потерял до этого выстрела джампад и здесь где-то еще около секунды наверно а я еще потерял на большом пролете когда ну давай сейчас на 0 5 включу то же самое демку чтобы чуть-то рассмотреть сейчас подожди себе тушу 0.5 плей ну к началу в принципе не придраться начало очень хорошие начало по-моему нет она не очень хорошие но самое начало до нормальная ну сам дальше да я буст не сделал скорость у меня после двух буфуги было 1500 они 1800 здесь в риге из-за этого да ты тут потерял на делал 4 джампа не взял не гуцать но в принципе без нее хватает плазминкой попала ради вот куда нужно нормально поднялся тут можно еще таймить наверное получше и стрелять плазминкой пораньше подниматься пораньше то есть это же все я там старался таймить пораньше ну там сложность получила что будет башкой будешь ударяться как раз из-за этого приходилось его расставлять вот здесь попробую потом кнопкой назад выворачивать поэтому кругом быть побыстрее вроде как ну то есть и не возможно также вверх просто поднимать скорость рабочего попробую это 1280 хороший полет ракет принципе нормально словил здесь 901 зажал крауч ты вы нажал ты вы пролетела этих вот тут все равно надо еще секунду-двес снимать вот вот такой получился обзор принципе на данный момент у нас общее покажу сейчас я все покажу как этого у нас по цпм 3 рекорда за минуту вы кутри у нас всего два рекорда за минуту ну и дамы в принципе на три штуки меньше так что а после минуты до все после минуты у на ну в принципе вот вы кутри тайм очень порадовал 46 8 в принципе перебил даже цпм топ-3 даже мы близко до кто по 2 к дмитрию интересно интересно кто это у нас из колумбии или кто это колумбия кто это колумбия здесь можно сказать вот такой получился обзор карта хорошая больше бы еще поиграем вот на данный момент у нас новый competition варкап стартовал варкап 166 с картой interference карта очень да и очень интересная длинная комбо очень очень скилловая так что играйте присылайте демки скорее всего будем обзор на нее тоже делать заканчивается на 4 марта а вот ждем ваших демок подачи всего хорошего увидимся на серверах и пока пока пока